В Владикавказе активно строятся новые дома, порой и целые микрорайоны. В первую очередь покупатели квартир обращают внимание на площадь жилья, ее стоимость, благоустройство двора. Если в этой части все устраивает, то об остальном они уже не задумываются. Точнее, просто не знают, что за некоторые моменты отвечает не застройщик, а муниципальные власти. Например, дорогу, ведущую к новым домам, должна привести в порядок администрация города. Но иногда это не происходит годами. Жители нескольких новостройок во Владикавказе бьют тревогу, говорят, устали от постоянной грязи, лужи, пыли. Есть ли надежда, что ситуация разрешится в ближайшее время, выясняла наш корреспондент Мадина Кусова. Вера Домбегова живет в новостройках на улице Зусова уже два года. Все это время дороги здесь в плохом состоянии. Кто должен привести их в порядок, неизвестно, говорит женщина. Для нас это большие деньги. Когда мне еще жить? Если я сейчас здесь годы не проживу, я сюда переехала из-за того, что мне было тесно где-то, сюда переехала, а здесь у меня грязно. Объясните людям, кто должен за что отвечать. И на самом деле подтверждают все. Люди устали. Идти пешком приходится часто. Водители такси ехать сюда соглашаются с трудом, особенно в дождь. Невозможно, вы сами посмотрите. И такси не заезжает. Про наших уже машин, про то, что износ этой машины происходит, уже не говори. Когда отсюда кто-нибудь выезжает, какой-нибудь сосед, подбирает всех. Потому что ребенок отсюда выходя пешком до школы, до трамвая, потом он уже в школу не зайдет в такой обуви. Вот в таком состоянии находятся вот эти дороги. С такой же проблемой сталкиваются и жильцы недавно сданных домов на улицах Шамиля Джекаева и Макаева. Ямы, огромные лужи. Иногда люди сами засыпают их щебнем. Правда, хватает этого ненадолго. В дождливую погоду тут невозможно пройти. Это бывает сейчас в грязи, не только обувь, но и штаны. Все бывает. До остановки добираться очень трудно. И мусора тут тоже так же много. Хотелось бы все это исправить. Еще одна проблема – вывоз мусора. Люди жалуются, что даже мусорных баков не поставили. Пришлось покупать самим. Чтобы выяснить, кто отвечает за качество междворовых дорог и подъездов к дворам, мы обратились в администрацию местного самоуправления Владикавказа. Здесь объяснили – отвечает не застройщик, а город. Однако пояснили – пока решение этих проблем не включено в программу. Понимаю, о чем речь идет и что жители требуют. Естественно, это справедливое требование. Поэтому мы сейчас рассматриваем вопрос, как включить междворовые территории уже в программу на следующие годы. В этом году у нас по программе, по федеральной программе у нас подлежат ремонту 52 двора. И по муниципальной программе у нас в планах благоустройство нескольких скверов. А пока решается вопрос с междворовыми дорогами, жильцам новостроек остается обходить огромные лужи или надеяться на хорошую погоду. Мадина Кусова, Заур Кудзаев, Алан Суанов. Новости Осетии.